Приветствую вас, друзья! С вами я, Шевченко Александр, канал Академии Счастья. Сегодня говорим о том, как происходит духовное очищение. Каждый человек — это духовное существо, сознание, которое может творить и создавать то, что хочет. И самое главное, что когда это сознание чистое, то оно может творить как бы как с чистого листа. То есть ничего не запятнанно, то есть ничего не мешает. И вот в этом состоянии каждый человек, он как бы как творец такой вот изначальный. Но бывает такое, что знаете, как бы какие-то накапливаются негативные мысли, суждения, начинают проявляться эмоции, да, и то есть тогда уже не можешь творить как с чистого листа. То есть что-то попадает в твою жизнь, что как загрязняет ее. И это очень сильно мешает. То есть и чем больше такого накапливается, тем сложнее что-то создавать в жизни. То есть когда мы творим реальность, мы хотим, чтобы она была такой, какой мы ее хотим видеть. Но когда в эту реальность попадает что-то негативное, мы это часто отвергаем. То есть хотим, чтобы этого не было. И соответственно, чем больше таких вещей попадает в нашу реальность, в слой нашего мира, тем больше мы это как бы выбрасываем оттуда. Хотим, чтобы, ну, чтобы это ушло, чтобы не было тех вещей, которые мешают нам. И получается, что человек, ну, как бы сам создает что-то, а потом это отвергает. Но бывают процессы, когда это создается механизмами ума. То есть человек вроде бы как бы не хотел это создавать, но это было создано. То есть он как, ну, неосознанно это создает. И таких вещей достаточно много. То есть мы создаем какие-то картинки, какие-то мелодии в голове, голоса слышим. И этого всего достаточно много. То есть мы, бывает, даже не отслеживаем это в настоящем времени, что это приходит к нам. Вот, и когда мы начинаем это отслеживать, мы понимаем, что таких вещей накопилось довольно много. То есть, и когда мы смотрим на это, то мы понимаем, вот это оно еще, еще, еще. И так много всего накапливается, что бывает человек просто перегружен этим негативным зарядом. Вот, и в этом заряде человек проводит довольно много времени. То есть что происходит с человеком? У него происходит, ну, по сути, состояние невроза, который может перерасти в психоз. То есть когда человек уже не контролирует себя. Да, и, ну, то есть, то, что называется состоянием депрессии, когда человек подавлен, когда ему не хочется жить, он начинает там делать какие-то странные вещи куда-то, то есть, ну, там, не знаю, убегать или появляется, вплоть доходит до самоубийства. То есть, что происходит с человеком? Его подавляют. Подавляют кто? Подавляют, по сути, окружение, да, то есть, подавляют негативные новости, которые создаются, чтобы человека, ну, скажем так, привести в состояние такой апатии, невроза, страха. То есть, создаются идеи там, что у нас все опасно, что вокруг там вирусы, войны, то есть, для чего это все делается? Для того, чтобы человек был запуган и не действовал. То есть, вот это основное, сломить его боевой дух. И вот, когда человек сломлен, то, конечно, он перестает действовать, то есть, он начинает, ну, как бы, как увядать, засыпать, у него появляется вот это состояние страха, апатии, горя, то есть, негативные эмоции. И в этом состоянии человек действовать уже не может. То есть, у него появляется такое ощущение, что он, ну, как бы, как, скажем, как завис. И вот таких зависаний накапливается большое количество. То есть, человек чувствует, что он, ну, как бы, не способен. То есть, ему надо возродить вот эту его былую мощь, способность, и тогда он начинает действовать осознанно. И вот, когда я провожу человек в процессе, то есть, мы смотрим, а что у человека там вообще случилось? Почему у него вдруг такое состояние, которое там, непонятно, непонятны его причины, да, то есть, почему у него вдруг это проявилось? То есть, наша цель – разобраться вообще, откуда это все идет. Конечно, есть физические причины, когда человек болеет, да, то ему там ничего не хочется. Но, опять же, болезнь имеет под собой тоже подоплеку. То есть, это, по сути, неправильный образ жизни, то есть, человек неправильно питается, да, то есть, употребляет, там, например, вареную пищу, носомолочные продукты, то есть, накапливает токсины в организме, не очищается, то есть, не там, не бегает, не купается в море, там, не ходит в баню, да, то есть, не пьет, там, какие-то травы для очищения. Все это накапливается и загрязняет организм. То же самое происходит с разумом, то есть, человек, не очищая свой разум, у него накапливаются вот эти его, ну, скажем так, негативные вещи, которые у него там в уме, то есть, вот эти заряды, и оно влияет на него, и человек начинает чувствовать апатию, боль, то есть, ему хочется справиться с этим, он чувствует, что жизнь идет, как бы, ну, не туда, по наклонной, то есть, скатывается все глубже и глубже. Вот, и, соответственно, у человека возникает такое состояние, что он больше не может, ну, скажем так, осознанно действовать, то есть, у него появляется состояние вот такой глубокой апатии. Вот, чтобы с этим состоянием справиться, человеку необходимо что-то сделать для этого, вот, и вот это что-то, это и есть очищение ума. То есть, с помощью практики процессинга можно заглянуть глубже в подсознание, понять вообще, что там накопилось и справиться с этим, потому что без этого у человека просто, ну, накапливается, и, соответственно, процедура очищения не происходит. То есть, процедура очищения – это то, что помогает человеку смотреть глубже внутрь себя и смотреть, почему это с ним произошло. То есть, он переходит в собственное понимание в жизни, у него происходит процесс переосознания, то есть, он начинает творить, начинает создавать то, что он действительно хочет. Самое главное – он может рассоздать то, что не хочет. Вот это то, что человек может и создавать, и рассоздавать. В этом его, ну, скажем так, преимущество, да, то есть, и этому человек обучается постепенно вот на процессинге. То есть, он обучается рассоздавать то, что у него накопилось ненужное, потом учится создавать то, что хочется. То есть те позитивные, скажем так, намерения внедрять в жизнь и использовать их в своей жизни. Вот таким образом это работает. Можем даже посмотреть, сейчас сделать небольшую сессию, чтобы вы увидели, как это все происходит. Устройтесь в удобном месте, чтобы вам несколько минут никто не отвлекал вас. Закройте глаза и создайте пространство сессии. Ощутите себя в этом пространстве, как сознание, свое тело. Наполните пространство любовью. Посмотрите, есть ли в этом пространстве что-то такое, что хотелось бы вам проработать, урегулировать. Это может быть какая-то эмоция, ощущение, какая-то проблема. Но опять же, это что-то субъективное. То, что вы хотите улучшить, изменить, как-то убрать. И таким образом посмотрите, что это. То есть определите конкретно, что это. То есть должно быть что-то конкретное, не общий факт. Не общее какое-то понятие, а именно конкретный факт. Например, я боюсь мышей. Только что придумал. И смотрите, откуда это приходит. Вот придут эпизоды какие-то, где там были мыши, нападали на вас. Возможно, придут какие-то совсем странные картинки из прошлых или параллельных воплощений. Все это важно проработать. То есть каким образом вы двигаетесь в этот случай, перепроживаете его, осознаете. Это как перепросмотр. Один, два, три раза. С ощущениями, как будто вы проходите через это здесь и сейчас. Потом еще раз, еще раз. Пока не почувствуете облегчение. Когда облегчение наступило, вот это как бы правильный момент, где вы можете завершить с этим. Бывает такое, что не наступает сразу облегчение. Тогда двигайтесь глубже. Двигайтесь более раннему подобному случаю. То есть рассматривайте его как есть. Цель это сделать так, чтобы вы пришли к собственному пониманию. То есть когда заряд ушел, вы вдруг понимаете. Опа, у вас приходит понимание, почему. А, так вот же почему это было. Там был случай, когда я столкнулся с мешами, они меня покусали. И я после этого очень заболел или умер. Ну то есть был какой-то травматический инцидент. То есть мы исцеляем травматические инциденты и выводим внимание оттуда в настоящий момент. То есть наша цель, чтобы максимум внимания было здесь и сейчас. И вот в этом состоянии человек может активно действовать. То есть чем больше его внимания в настоящем времени, тем легче, лучше и тем больше он может осознанно действовать. Вот таким образом работает процессин. То есть это практика увеличения осознанности. И это практика духовного роста. То есть так же как и любая религия, философия, психологические некоторые новые эзотерические практики. Тут есть система. И эта система это не просто одна сессия или одна практика. Это постепенное повышение осознанности. То есть шаг за шагом, когда человек движется к состоянию чистоты. То есть к состоянию, когда он может управлять своим разумом. Вот это важный момент. То есть когда человек это может делать, у него появляется эта способность. Поэтому если вам эта тема интересна, то напишите в личные сообщения и сделайте бесплатную консультацию. И сессию заканчиваем на том, когда вы почувствовали облегчение, вы на этом завершаете процесс. И снова наполните пространство любови, чтобы на том месте, где вы что-то рассоздали, появилось ваше состояние любви, радости и счастья. Вот таким образом это все происходит. Если остались какие-то вопросы, напишите опять же такие либо в комментариях, либо в личные сообщения. Контакты мы указаны под этим видео. Если видео нравится, ставьте палец вверх. Нравится, подписывайтесь на канал. Поделитесь этим видео с вашими друзьями. И включите колокольчик напоминания о новых видео. Я их записываю практически каждый день. Поэтому вы можете смотреть их, комментировать, писать вопросы, ответить. Ну, если захотите пройти сессию, то опять же пишите. Вот, мы договоримся. Это все можно сделать онлайн. То есть не обязательно куда-то ехать. Можно сделать по Viber, Skype, Telegram, WhatsApp. Любыми способами, как удобнее вам. Вот. Также я провожу обучение. То есть можно обучиться процессингу, как это правильно делать. Чтобы вы могли делать процессин как соло себе, так и своим друзьям. То есть объединившись в пары. Вот. Есть курс. Еще также преодоление подъемов и спадов в жизни. Где вы можете научиться, как правильно справляться с подавлением. Достоинство и целостность личности. Чтобы убрать из жизни те вещи, которые мешают вам. Проступки, утаивания. И программа очищения, которая проходит в бане. Вот. Вы можете опять же таки пройти ее удаленно под моим руководством. То есть там вы пьете витамины, минералы. Переходите постепенно на растительное питание. Бегаете и паритесь в банке для очищения. Таким образом это помогает вам улучшить ваше состояние. Если есть какие-то вопросы, смело пишите. Я расскажу подробнее. Сейчас на экране появится парочка видео. Посмотрите о том, как изменить судьбу. Процессин счастья, демо-сессия, мой сайт и подписка на мой канал. Подписывайтесь, если вы еще не подписчики. Смотрите мои новые видео. Я вам желаю счастья. Напомню, меня зовут Шевченко Александр. Канал Академия Счастья. И вам гармонии и счастья. До скорой встречи, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok